привет друзья недавно ездили за грибами нашел вот такую веточку березы влажная сейчас напилил но такие хочу кое-что попробовать сделать ну и сейчас даже проэкспериментируем снова уфе смола уфе фонарик такое вот хотел чтобы 1 3 но в первую во первых это сырая древесина летняя из леса хотел чтобы были вот такие вот трещинки засунул в печку духовку растрескалась но не так хорошо сейчас покажу а вот даже из парина влажная древесина так ладно это пока сторону хотелось чтобы до потрескалась вот так вот ладно духовку так вместо уфе смолы использую лак для ногтей тоже уфе подогрел его где наш обработанный и вот обработанный пошлифованный кусочек подсушил его точно так же пошлифовал предварительно пошлифовал сейчас попробуем залить эти трещинки сделаю немного пожиже нагрел смолу чтобы она была пожиже немножко убираем со света прозрачный сейчас добавлю чтобы не такая темная была темно-синий прозрачного наверно еще даже можно добавить нагретая смола уфе так как так как и обычная смола текучая становится так ну что заполнять наши трещинки и потом опять прогретую духовку поставлю чтобы смола опустилась поглубже купил уже заливную двухкомпонентную смолу скоро буду кое-что делать так ну конечно брусок влажноватый еще ради эксперимента конечно конечно хотелось бы трещинки поболее чтобы были придется наверное еще разводить уходит смола как как сделать так чтобы они как сделать так чтобы они можно работать сколько угодно пока вы ее не засветили ультрафиолетом ну точно так же можно закрасить и обычную смолу но потом если какие то есть изъяны но не изъяны то есть изъяны но вот 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 так придется еще подразвести сейчас сделаем да уходит в трещинки не пойму туалет и солнца вроде бы нет смола сворачивается здесь на брусочки и замешаю заканчивается однако и и и и и и и и Для цвета хватит. Не подсвернулась какие-то кусочки. Лучше всего замешивать прямо на изделии. Можно было скотчем обклеить. Ладно, это попробую так. Следующий краситель какой-то пигмент найти. Зальем обычной смолой. Может даже с обратной стороны. Кусочками какими-то. Лак самый дешевый у меня. Никак не могу купить нормальную смолу из Китая. Сейчас ненадолго в духовку. Не будем засвечивать уфе фонариком. Так, в духовку пускай прогреется, осядет немножко. Так, ну что, достаем. Лишнее сейчас убираем, засвечиваем. Потом еще раз прольем. Вроде бы трещинки полностью заполнились. Еще раз пролью. Видно. Еще и солнышко нам помогает. Двойной ультрафиолет. А, надо будет еще. У меня есть вот такая вот лампа. И ее включу. Вот такая вот ультрафиолетовая лампочка. Нахтисушилка. Сейчас ее включить. Вот этот ультрафиолетовый фонарик лучше, конечно. Это дольше сушит. Хорошо, сейчас досушу. Шлифанул. Покажу, что вышло. Ну что. Подсушил. Насколько смог. Посмотрим, насколько глубоко он просох. Может еще надо было. Так. Полетели на балкон. Обдирать. Шлифовать. Похвастаюсь немного. Какие у меня помидорки. Вот такие вот. Помидорки. Вот зелененькая. Где ты? Вот она. Вот. лезвие от ножа. Сейчас верхний слой. Сциклюем. А потом шлифанем. Лучше сциклювать, чтобы шкуртка не забилась. Наждачная бумага. Ну. Смотрится, конечно, симпатично. Мне нравится. Уже мне нравится. Плюс смола еще пропитала. Древесину. Ну. Вот так вот получается. Ну. Как декор будет интересно смотреться. Ну. Мне кажется, что, конечно, лучше заливать обычной эбоксидной смолой. С добавлением красителя какого-нибудь. Так. Вот так вот получается. Да. Получается. После духовки сразу надо заполнять смолой. Прогреть пока трещины раскрыты. Потому что вот древесина остыла. Уже все. Трещинки уменьшились. Смолой не так заполняется. И плюс просушка в духовке. Прогрев дает. Впитывается наша смола в древесину. Ну, конечно, лучше всего работать с сухой древесиной. Потому что влага не друг. Ни маслу. Ничему. Прикольно получается. Есть кое-где просадка небольшая. Сейчас. Возьмем. Шлифовалочку. С мелкой вот такой наждачкой. Попробуем шлифануть. Так. Сейчас шлифанул. Вот то будет шумно. Ну что. Шлифанул. Смотрим, что там. С этой стороны. Это с этой стороны. Даже получалось не шлифанул, а полирнул. Мелкая наждачка. Очень мелкая. Вот так вот получилось. Сейчас. В сторону. Возьмем какой-нибудь красивый фон. Вот так вот вышло. Да. Здесь трещинки, конечно, были по-шире. Ну интересно получается. Еще что мне нравится то, что лак впитывается в древесину. И уже не надо лакировать. Насколько глубоко. Ну не очень, но хватает для защиты древесины. Так. Ну что. Обрабатываем дальше. Жалко, что, конечно, эта часть. Эту часть можно попробовать даже сейчас. Скрыть маслом. Посмотрим, насколько поры заполняются маслом. Масло есть. Масло есть. Так. Кисточку вот. Поролоночку. Раз. Угу. Сразу трещинки наполняются. кстати можно жидким нитролаком вот так вот или порозаполнителем изначально вскрыть это масляной масляная пропитка если порозаполнителем по дереву закрыть вскрыть то есть сразу после духовочки можно будет попробовать чтобы щели и щелки заполнятся ой классно было бы знаете что это каким-нибудь какой-нибудь светонакопительный пигмент и чтобы так брусочки так я уже так это будет у нас экспериментальный тут сейчас вот покажу уже уже вот под нарезал мешочек брусочков у меня уже есть так смолу купил брусочки нарезал елочных шишек насобирал и будем кое-что скоро делать ой замазал немного вскроем уже все маслом пускай подсыхает наша березка там посмотрим так интересно трещинки смотрятся смотрим те которые напилил кусочки они конечно не растрескаются можно их попробовать поколоть стамеской когда в смолу буду заливать просто растает но хотелось именно добиться вот такого эффекта чтобы трещинках трещинки были заполнены другим цветом так такая березка попалась пятнистая почти что карельская береза ну все ссылочки найдете в описании на фонарик и на уфе смолу который желательно бы конечно заполнять такие трещины но смотрится симпатично согласно все спасибо за просмотр до новых встреч так стой стой еще не ушел я вы еще здесь сейчас забыл показать как в ультрафиолете светится береза так это та которая заполненная это чистая береза сейчас покажу шлифанул ее немножко чистая береза в ультрафиолете вот он играй небольшим слоем коры ну а теперь уже точно все пока пока так и Продолжение следует...